Евро упал и стал худшей валютой среди крупных конкурентов. Фунт торгуется в узком диапазоне, но британские парламентарии сегодня могут спровоцировать его рост. Трейдеры продолжают следить за перипетиями выхода Великобритании из ЕС. Фунт удерживает позиции, поскольку законодатели начинают рассматривать проект сделки Терезы Мэй как лучшую альтернативу беспорядочному Брекзиту либо отказу от него. Сегодня в Лондоне состоится заседание парламента, перехватившего контроль над процессом по Брекзиту. Депутаты проголосуют по различным вариантам действий, связанных с выходом страны из Евросоюза. Таким образом, стерлинг останется в центре внимания и будет подвержен колебаниям. Ожидается, что в случае провала голосования в парламенте Великобритании доллар усилит рост. Днем ранее поддержку американцу оказало восстановление доходности десятилетних госбондов США. В среду пара фунт-доллар торгуется на отметке 1,31,94 против отметки 1,3212 в прошлую сессию в ожидании новостей по Брекзиту. Евро по итогам прошлого рабочего дня упал ниже уровня поддержки 1,1300, тогда как другие крупные валюты укрепили Удивительно, что произошло это при отсутствии важной статистики по еврозоне. Во время торговой сессии в Европе вышли комментарии по поводу программы долгосрочного рефинансирования TLTRO3, включая возможность публикации ее деталей в июне. В тот момент евро был на пути к отметке 1,1325. Впрочем, экономические проблемы еврозоны очевидны, поэтому главная пара сильнее других пострадала от повышения курса доллара. Сегодня в начале сессии пара евро-доллар была малоподвижна и находилась на отметке 1,1271. Рынок сосредоточился на выступлении президента ЕЦБ Марио Драги, которое может кардинально изменить направление евро на этой неделе. Выступая на конференции ЕЦБ Уотчерс во Франкфурте, Драги сообщил, что позиция банка в области монетарной политики остается адаптивной, несмотря на более слабые перспективы роста в еврозоне. Он выразил надежду на то, что слабость внешнего спроса не станет причиной серьезного спада в экономике. Глава ЕЦБ пообещал быть бдительным к будущим рискам и заявил о готовности реагировать на них в случае значительного ухудшения среднесрочной перспективы. Отмена медвежьего сценария по евро достанет возврат котировок к отметке выше 1,13 доллара. Однако о готовности покупателей возобновить рост можно будет судить после пробоя уровня сопротивления на отметке 1,13,25.